Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас еще одно видео о поливе томатов, потому что вчера я снимала видео, как я поливаю свое огромное количество томатов в жару. Но этот способ полива, он подходит не всем. Я так делаю, потому что у меня огромное количество, у меня нет отстоянной воды, у меня очень высокая температура сейчас, и я нарушаю все правила. Но я хочу все-таки снять еще одно видео и рассказать, как нужно правильно поливать томаты. Потому что у кого-то, например, не так много томатов, 40, 50, пусть даже 100, и они имеют возможность, соблюдая все рекомендации специалистов, сделать полив томатов правильный, такой как нужно. Вот что нам рекомендуют специалисты и что любят томаты. То есть, как поливать томаты нужно. Именно в открытом грунте. Я сейчас говорю не про теплицу, а про открытый грунт. Но так же, как в теплице, я уже еще раз повторю, что у томатов есть три фазы развития, когда мы должны менять режим полива. До цветения, когда мы высадили рассаду, она еще не цветет, полив должен быть умеренный, небольшой там, один литр под кустик. Потом у нас наступает период с самым обильным поливом. Это то есть, я специально подошла, как только у вас расцветает первый цветок, когда томат цветет, когда завязывает плоды, когда плоды наливаются, это у нас наступает фаза самого обильного полива томатов. Потом, в конце жизни, когда плоды уже начинают созревать, мы полив снова сокращаем. Эти правила у нас и для теплицы, и для открытого грунта все одинаковые. Вот я не стала большие томаты показывать, которые у меня уже с помидорками. Именно вот показываю вот эти, которые высадила позже всех. Как только появляется первый цветок, у нас наступает фаза обильного полива томатов. Именно сейчас вот та пора, когда полив должен быть обильный, когда земля у томатов должна быть вот здесь в луночке влажная. Сейчас расскажу, как и сколько норма полива. Но вы не забывайте, что у нас у всех разный регион. У кого-то стоит жара, кому это норма, будет недостаточно рекомендованная специалистов. У кого-то стоит, например, дождливая такая прохладная погода, вообще поливать может быть не нужно. У кого-то грунт сразу уходит, такой песчаный, легкий грунт, вода уходит сразу, и вам требуются чаще поливы. Все эти рекомендации, где бы вы ни прочитали, где бы вы ни посмотрели видео, вы все равно должны корректировать под свои условия, под свой регион. Ну вот, как поливать томаты в открытом грунте? Везде пишут, поливать обильно. Срок один раз в 6-7 дней, если солнечная погода. И если пасмурная погода, один раз в 8-10 дней. И вот в этот период, когда именно наливаются плоды, зависть идет, рекомендации специалистов от 10 до 20 литров на квадратный метр. Вы видите, какой большой размах. Они все-таки говорят, что вы можете и 10 литров полить, можете и 20. Чтобы понять, сколько это, обычно на квадратном метре, в зависимости от сорта, 4, 3, 4 или 5 растений. То есть, если у вас 4 растения на квадратном метре, вы можете, значит, полить и 3 литра, а можете полить и 5 литров. Еще раз повторюсь, это все зависит от ваших условий. Потому что сроки полива могут меняться в зависимости от погоды. Стоит жара, нужно, значит, чаще поливать. В дождливую погоду прекращать поливы вообще, потому что томаты все-таки любят обильный полив, но переливать их нельзя. Тут вот такая острая грань, вот нужно найти золотую середину, потому что переливать томаты не нужно. Это может спровоцировать и жирование томатов, и если у вас наливаются, плоды могут быть водянистыми. Если плоды уже налились и идет фаза созревания, плоды могут растрескаться. Перелив очень негативно сказывается на томатах. Это не огурцы, которые можно и поливать, и поливать, и поливать. Они никогда не треснут, они все состоят из воды. У томатов меняется вкус. Будут кислые, если вы перельете, или долго дождливая погода. Вот когда дожди идут, сыра, то томаты обычно получаются не очень сладкие, не очень вкусные. Вот, как вы поняли, вся ответственность за полив лежит на самом огороднике. Если когда вы спрашиваете, как поливать томаты, никогда однозначного ответа на этот вопрос не должно быть, потому что, как поливать томаты, у всех по-разному. У кого жарко, поливаем чаще, у кого дожди и холодно, поливаем реже. Маленькие кустики, меньше воды даем. Вот тут у нас уже с томатами колокольчик красивый расцвел. Вот такие маленькие поливаем меньше. Вот такие, если они уже, вот другой ряд, с томатиками, они, конечно, возьмут воды себе больше. И вот в этот период, когда томаты цветут, наливаются плоды, идет зависть, я на этот период оставляю лунки, вот эти углубления, открытыми, неприкученными. Некоторые спрашивают, вы окучиваете или нет? Да, я окучиваю. Но когда период вот такого обильного полива, легче поливать, когда лунка открыта. Я иду прям, ну у меня много, я иду со шлангом, наливаю полную эту лунку. Конечно, я не высчитываю, сколько там литров, но полную лунку наливаю и все. А если у вас мало их, 40 или 50 или 60, 100 пусть даже, 200 всего лишь, вы можете все это высчитать точно. Конечно, можете поливать, как любят помидоры, теплой, отстоянной водой. У меня вот нет возможности, но я сейчас говорю о том, как нужно делать. Короче, томаты любят теплую воду, любят обильные, редкие поливы. Поливать в период вот такого наливания плодов от 10 до 20 литров на квадрат. Это примерно, ну 5 литров на один кустик вылить нужно. Опять же, повторюсь, все зависит от погоды. Если у вас жарко, значит, реже. Если дождь, то, возможно, поливы вообще не нужны. Поливами не увлекайтесь. Томаты могут быть от перелива кислыми, могут зажаровать. И все это вы должны решить сами, исходя из ваших погодных условий. И многих факторов, смотря какое растение у вас большое или маленькое, сколько на нем плодов образуется. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова